Привет, друзья! Продолжаем тему интернет-портала для компаний. Представьте себе жизнь без привычного онлайн-банка, интернет-магазина, доставки еды, заказа такси или других сервисов. Сложно, правда? С правильным интернетом та же история. Но как создать корпоративный портал, который приживется у сотрудников, повысит продуктивность, сэкономит время и деньги? Давайте разбираться. Важно понять, что корпоративный портал вы создаете не лично для себя и не ради номинации на HR-премию, что, конечно, приятно, но не может быть основной целью. Такой подход приводит к жесткому сопротивлению коллектива. Ваша цель – получить набор инструментов, которые помогут коллегам в работе. Это чек-лист из шести шагов «Берите на вооружение и воплощайте действительно классный и востребованный коллегами проект». Итак, к первому шагу. Определите цели проекта, какие боли нужно закрыть, где нужна автоматизация процессов, что хочется оцифровать или сделать более прозрачным. И как это сделать? Простой пример. Если какой-то процесс повторяется больше двух-трех раз в неделю, его нужно автоматизировать. Под четко сформулированные цели проще согласовать бюджет на внедрение. Вы сможете говорить про интернет-портал с точки зрения выгод и даже наглядно рассчитать реальную экономию. Покажите цифры руководству – это всегда работает в плюс. Возможно, у вас настолько уникальные задачи, что решение придется разрабатывать с нуля. Это долго и дорого, что в разработке, что в поддержке. Чаще всего современные тиражные продукты, такие как Bittrex 24, уже умеют достаточно, чтобы закрыть большинство ваших задач. Изучите популярные сервисы и выбирайте тот, в котором достаточно нужного вам готового функционала. Смотрите на один-два шага вперед. Какие еще задачи вы будете решать в горизонте двух-трех лет? Если один продукт может закрыть несколько направлений, это уменьшит стоимость лицензий. Вы платите за один продукт, а не за несколько. Сократит затраты на поддержку. Не нужно искать разных интеграторов для разных задач. И главное – улучшит опыт сотрудников. Им не придется работать в нескольких программах и привыкать к разным интерфейсам. Можно использовать отраслевой опыт. Узнать, что внедрили у себя коллеги по цеху и кто из интеграторов им помогал. Подрядчики с опытом в вашей отрасли смогут говорить с вами на одном языке. Запросите у интегратора подтверждение компетенций и сертификацию от вендора выбранного продукта. Узнайте, сколько и какие специалисты работают в компании. Какую команду смогут выделить на ваш проект и есть ли резерв. Для крупных проектов стоит проверить финансовую стабильность. Работа займет не один месяц и нужно понимать, что ваш подрядчик уверенно пройдет с вами этот путь. Попутно вы оцените оперативность коммуникаций. Насколько быстро и четко команда отвечает на ваши вопросы. Отдельно обсудите гарантийное обслуживание системы. Лучше сделать это до начала проекта. Нет ничего опаснее, чем есть слона целиком. То есть запускать все возможности сразу. Определите ключевые сервисы и в первую очередь внедряйте их. Этап за этапом. Ваша задача вовлечь максимальное число сотрудников в новое информационное пространство. Поэтому сначала полезные фичи, а инструменты контроля потом. Лучше начать с того, что упрощает работу. Например, электронные документы оборот и сервисы ассистенты для сотрудников. Заказать пропуск в два клика. За 10 минут получить справку для визы. Удаленно написать заявление на отпуск или командировку. Получить зарплатный лист. Создать заявку на оплату счета и так далее. В числе первых инструментов могут быть HR-функции. Единая база сотрудников с их контактами. Структура компании. База знаний как общие, так и по направлениям. Возможность быстро понять, кто какую должность занимает. В каком отделе и филиале работает. Номер телефона коллеги или его мессенджер могут сэкономить массу рабочего времени. Сотрудники будут вам благодарны. Социальная сеть компании тоже отличный раздел для старта. Группы по интересам, дни рождения и благодарности, возможность оставить обратную связь отлично работают на вовлеченность и наполняют портал жизнью и контентом. Но будем честны, в крупной компании появление активной жизни на портале тоже нужно планировать. Нужна отдельная программа по вовлечению коллег в работу с новым инструментом. Это, конечно, полезные сервисы, о которых мы говорили выше, но не только они. Есть несколько дополнительных полезных активностей. Конкурс на лучшее название портала. Поможет найти креативные варианты и одновременно познакомит коллег с будущим проектом. Не забудьте про обучение и наполните портал подсказками. Здорово, если у вас есть маскот, и он будет знакомить сотрудников с новым функционалом. Могут помочь рассылки о полезных новинках на портале, только не увлекайтесь, чтобы не превратиться в спам. Привлекайте в интернет всех сотрудников, даже тех, у кого нет компьютера. Смартфоны есть почти у всех. Отдельно обсудите мобильный доступ с интегратором. Поймите, какая информация и сервисы востребованы, и сделайте ставку на них. Они будут локомотивами вовлечения. Помните, что вовлеченность сотрудников зависит от активности в портале их руководителя. От начальника отдела до директора. Как создать действительно работающий интернет-портал? Сделать его мобильным. Здесь два подхода и два решения. Адаптивная верстка – это хорошо для вовлеченности, так как портал доступен через браузер, но есть ограничения по производительности и функционалу. Второй подход надежнее, но и дороже. Это отдельное мобильное приложение. Одно дело разработать, другое – добиться, чтобы сотрудники поставили его себе на телефон. Та еще задача, и универсального решения нет. Итак, как же создать корпоративный интернет-портал? Ответы в нашем чек-листе. В результате должно получиться решение, которым хочется пользоваться. Не просто портал, где иногда публикуют новости и постят котиков, а полноценное цифровое рабочее пространство сотрудника и ваш личный пульт управления всей компанией. Среда, где в несколько кликов подписывают счета и заявки на отпуск. Идет найм сотрудников, решают задачи и проекты, создают и хранят документы, где коллеги общаются в чате, созваниваются по видео, ведут календарь событий, а также строят аналитические отчеты. Все это интегрировано с почтой, базой клиентов и другими системами. Звучит волшебно, но таких проектов на Bittrex24 не один десяток. Получите консультацию наших партнеров и создайте интернет своей мечты. Ссылки на сайт в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Здесь мы рассказываем про бизнес-инструменты и не только. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok